30-летний до долгостроя Санкт-Петербурга гостиница «Северная корона» до сих пор окружен высоким забором, хотя работы там давно не ведутся. Здание заброшено, его будущее туманно. Историю роскошного, но провалившегося проекта изучила Ярославна Фролова. 247 номеров, конференц-зал, фитнес-клуб, десятки баров и ресторанов. Шикарная для советского времени, но, как оказалось, неизбыточная мечта. Гостиницу в стиле модерн начали возводить в конце 80-х, еще в Советском Союзе. Казалось, проекту была обеспечена популярность, а городу приток туристов. Но вскоре страна исчезла с мировой карты, а новая власть не подтянула этот проект. Спустя 30 лет, со дня начала строительства, ни ленинградцы, ни петербуржцы уже не могут вспомнить, что это за здание. Честно говоря, я сам не знаю, но по общему виду, как бы, какое-то заброшенное. И надеюсь, что будет его как-то реконструировать, восстанавливать, потому что, все-таки, как бы, недалеко от центра. И вот так давно делали, ну, строили, поэтому я понятия не имею даже. Здесь раньше планировалось гостиницу строить, а сейчас это недострой. Неудачи преследовали стройку с самого начала. Государство, которое было заказчиком, никак не могло сторговаться зарубежными подрядчиками. В качестве архитектора на проект пригласили Марка Рейнберга. Согласился сразу. Хорошее место. Район, в котором он вырос. А позже пожалел. Работу несколько раз останавливали. Свободу творчества чиновники не давали. Да еще обвинили в плагиате. Ушел. Громко хлопнув дверью. Сейчас смотрит на здание и не узнает в нем своих эскизов. Это еще судьба того времени в нашей стране. Потому что за гостиницу заказывал интурист. И мы начали делать по интуристовским нормам. Но когда ее уже сделали, интурист исчез, как и исчезла советская власть. И вот этот переходный период сказался на этом, что она перестала строиться. Ну, вы понимаете, то есть эта гостиница окружена цепью неудач. После распада Советского Союза перспективная стройка перешла в руки частного владельца. Банка. Но из полосы невезения так и не вышло. В 96-м году в здании гостиницы отмечался юбилей банка. Тогдашний мэр Анатолий Собчак с супругой попросили митрополита Санкт-Петербургского осветить здание. Он обряд совершил. Затем начал терять сознание и тут же умер от инфаркта. Горожане сразу окрестили Северную корону проклятой. Как и все заброшенное, овеянное мистикой, гостиница Северная корона привлекает внимание петербургских экстремалов. Любители окунуться в роскошь с адреналином. Ведь сейчас попасть внутрь здания нельзя. Только сверху, через крышу, минуя охрану. Забираться сюда вообще хардкор. Внутри там такая парилка из-за того, что там куча окон и там не очень неописуемые ощущения. После дождя идут такие водопадики, с крыши льются капли. Все полуразрушено, но при этом вот этот вип-отель, он остается все равно вип-отелем. Потому что вся вот эта отделка, мрамор, лепнина. То есть очень красиво. Но уже все погибает постепенно. Что с гостиницей будет дальше, неизвестно. Не так давно на ее территории открылся шиномонтаж. А стены потихоньку захватывают растения. В 2009 году гостиницу хотели снести. И на ее месте возвести жилой комплекс. Видимо, класса люкс. Центр города, шикарный вид из окон. Но эту идею тоже превратили в долгострой. А Северная корона продолжает стоять, как напоминание о нереализованных архитектурных амбициях. Ярослава Фролова, Иван Посидко, МИР24. Корона, которая так и не увенчала Северную столицу, стала черной дырой. Для сотен миллионов рублей.